Салю, чуваки, с вами Кит, и сегодня мы с вами начинаем новое прохождение во втором Mountain Blade. Ну и давайте же с вами поболтаем немножечко о том, каким будет наше с вами прохождение, пока я здесь выбираю некоторые особенности нашего персонажа. Ну, во-первых, наверное, самое основное, что стоит сказать, это то, что мы с вами будем максимально стараться упираться в реализм. То есть играть будем без интерфейса в боях, будем играть от первого лица, с реалистичной погодой и прочими, скажем так, побочными эффектами. А единственное, что у меня, так сказать, возникает в голове с точки зрения вопроса, стоит ли использовать возможности РТС-камеры для того, чтобы переключаться на другого солдата, когда наш с вами солдат помрет. И вот это, на самом деле, для меня большой вопрос, и в первом эпизоде все равно не представится возможности эту возможность, да, тавтология, но не важно, использовать. А поэтому предлагаю вот вам в комментариях написать, как вы вообще вот относитесь к тому, чтобы использовать эту вот функцию РТС-камеры для того, чтобы как-то переключаться на других солдат и воевать после, скажем так, поражения своего бойца. Да, тупо, ну как бы прикол этого дела лишь в том, чтобы мы с вами как-то условно продлили игровой процесс и чтобы как-то было интереснее. То есть после того, как убьют случайно, условно, там, стрелой или копьем или чем-то еще моего солдата, чтобы я мог сражаться как-то дальше, вернее, нашего главного героя. Но, в общем и целом, это единственный вопрос, который у меня возникает в данный момент, и решить его, опять же, поможете вы благодаря комментариям. А что по саму персонажу? Персонаж у нас с вами будет Ганнибалом из Карфагена, который будет, ну, по крайней мере, в моей версии лучника, потому что лучником играть от ближнего боя, вернее, от первого лица мне показалось немножко интересным, особенно учитывая возможности модореалистичная погода. Конечно, будут какие-то столкновения в ближнем бою, то есть я бонусом дам ему какое-нибудь двуручное оружие, которым он сможет махать в случае подхода вражеских сил, но, тем не менее, изначально все-таки он у нас с вами будет, как ни крути, лучником. Ну, как минимум для того, чтобы, ну, попробовать именно этот реалистичный геймплей лучника и так далее. По целям прохождения здесь, в принципе, все довольно-таки просто у нас с вами. Мы с вами немножечко поиграем за Карфагенского солдата, после чего станем вассалом именно Карфагена. И смысл, скажем так, нашего прохождения будет заключаться именно в том, что мы с вами должны будем захватить с помощью Карфагена всех римлян, ну, в нашем случае просто-напросто все три империи. Римские или обычные, думаю, это уже большого смысла не имеет. В общем, в целом, захватить территории всех империй, и тогда прохождение будет считаться завершенным. Почему именно вассал? Почему, типа, не создание своего королевства или не захват Карфагена? Да, здесь все достаточно просто. То есть, во-первых, кучу раз я захватывал какие-то территории, скажем так, становясь королем и так далее. Во-первых, это все кучу раз было. А во-вторых, проблема в том, что в данный конкретный момент очень долго и очень, мать его, сложно сделать себе четвертый уровень клана. Ведь именно он нужен для того, чтобы нам с вами стать вассалом. Ой, стать, вернее, королем. А для того, чтобы стать вассалом, нужен всего лишь второй левел клана, которого довольно-таки легко достичь, никаких проблем в этом нету. Поэтому я решил, что все-таки в этом, на самом деле, будет немножечко больше смысла. Гораздо быстрее мы с вами перейдем к действительно интересному экшену, а не просто набиванию долбанной известности, которая, ну, просто тормозит все прохождение и вымораживает. Из-за чего приходится буквально мне тратить 5-6 часов, вам смотреть 3-4 условно проходных эпизода, где из всех действий это исключительно какие-то битвы и все. Потому что в эти моменты, когда ты копишь известность и вот это вот все, тебе просто нет смысла заниматься чем-то еще. То есть это твоя основная цель и ничего больше ты не сможешь делать для развития своего королевства, разве что немножко поторговать там, как-то увеличить свое материальное состояние. Но опять же, это не то, чтобы интересно. Поэтому здесь мы с вами станем вассалом и все свои силы будем направлять на то, чтобы нам с вами уничтожить или же подчинить себе Римскую империю. Но, конечно, скорее всего, все-таки уничтожить. Я сильно сомневаюсь, что наш с вами правитель текущий, по крайней мере, у него арбалет, это вообще кажется мне нечестно. Сомневаюсь, что он вообще решится на, не знаю, какое-нибудь подчинение или переманивание кланов. Но, конечно, можно попытаться ему в этом помочь. Думаю, здесь как бы особо больших проблем нет. То есть мы сейчас с вами станем наемника, о, вернее, поиграем с солдатом, а потом, скорее всего, наемником, вассалом и так далее. Кстати, нет, интересно, она его продамажит, если разобьется этот горшочек. Так, две стрелы застряли в воздухе, потрясающе. Но, в общем и целом, примерно так будет выглядеть наш с вами геймплей за стрелка. Вообще, вот в эту тренировку я вписался исключительно для того, чтобы здесь потренироваться в стрельбе. То есть попасть, не знаю, два-три десятка раз в нашего противника, потому что стрел дофига. Противники здесь, конечно, не бессмертные, но хп у них очень много. Поэтому можно было как-то, ну, побольше опыта набрать. Проблема лишь в том, что моего персонажа здесь прибили к чертям собачьим, то есть очень быстро, это из-за того, что у противника арбалет. Но, тем не менее, навык до 45 мы с вами уже добили, это очень хорошо. Так, выбираем вот этот вот навык, здесь выбираем увеличение нашей скорости, да и вообще неплохо бы сейчас вкачаться. То есть по итогу, конечно, наш персонаж будет находиться на коне, потому что так будет удобнее командовать войсками от первого лица. То есть я не буду использовать РТС-камеру для подъема камеры вверх, как в Талваре, как я обычно люблю делать. То есть мы будем это делать еще и от первого лица. То есть, как вы понимаете, это будет весьма неудобно и сложно. Поэтому конь будет хоть каким-то подспорьем в этом плане. Ну, как-то так, на самом-то деле. Так, давайте это еще ускорим, все этого более чем достаточно. Теперь вкачаемся в медицину. Да, я себе, конечно, найду врача, но опять же самый первый навык нам всем необходим. То есть врача, управленца и инженера мы здесь 100% найдем. Ну, для того, чтобы они помогали мне в этом деле. Так, что еще можно вкачать? Наверное, сейчас в луки уйдем. То есть луки должны у меня быть, да, вот примерно до этого уровня более чем достаточно пока что. Особенно учитывая, что ни металки, ни арбалеты мы не используем, больше в контроль вкидывать, думаю, все-таки не стоит. То есть навык на 200 уровне, короче говоря, можно очень точно стрелять из лука. Это весьма-весьма хорошо. А по обычному оружию у меня будет какой-нибудь, опять же, двуручный меч, топор, либо же двуручные древковые. Тут я не уверен, опять же, если у вас есть какие-то предпочтения, то пишите в комменты, если будет много, скажем так, условно, голосов за какой-то определенный выбор, типа двуручный топор, меч или двуручные древковые, то именно это двуручное оружие я и выберу, то есть мне не предпочтительно что-то конкретное выбирать. Также забыл сказать, учитывая, что мы с вами играем на ультрареализме, то, естественно, прицела у лука и, естественно, автоблока у атак ближнего боя у меня не будет. Ну, естественно, сейчас, учитывая уровень, скажем так, нашей прокачки персонажа, мне придется играть со щитом. Как видите, это чреват такими минусами. Как минимум тому, что со щитом, если неправильно его поставить, то я вообще ничего видеть не буду. Ну, естественно, порой не буду видеть, где союзники, где враги. Но в реальных битвах, а не здесь, где мы играем практически бандиты против реальных пацанов, здесь по снаряжению еще видно, но вот в каких-то битвах, где будут хоть немножечко использовать похожие на нас войска, мы с вами будем, мягко говоря, в задницу. Вернее, я буду, потому что не смогу понять, где свои, где чужие, опять же. Плюс ко всему, до всяких противников мне не добраться. То есть придется использовать тоже, допустим, метательное копье, которое понять бы еще, как метать на самом деле. То есть должно быть у нас метательное копье. А вот оно, кстати говоря, метательное копье. Давайте попробуем его метнем. Ну и ожидаемо, учитывая наши навыки и все остальное, метнуть его не представляется абсолютно возможным. То есть сейчас главная, самая для меня цель, это все-таки добраться до луков и попытаться как-то ими пользоваться. Вот такая вот у нас с вами битва по итогу получилась. То есть я каким-то образом все-таки одного человека убил, прокачал себе немножечко атлетику и владение древковым оружием. Ну и вот примерно в таком ключе у нас с вами и будут происходить сражения. Кстати говоря, до базового снаряжения лучника мы с вами кое-как, но все-таки добрались. Так, по снаряжению у нас здесь все одинаково, разве что мы можем использовать шлем, который у нас с вами выдали в самом начале. Все остальное в принципе одинаковое, даже стрелами дали немножечко получше, чем то, что были у меня, чем те, что были у меня. Ну и лук, соответственно, тоже немножечко получше. Кстати говоря, уже можно использовать возможности конного лучника, ну то есть для того, чтобы как-то стрелять и так далее. Проблема в том, что могу использовать либо слабый лук и использовать его на коне, либо же лук посильнее, но, естественно, без лошади. Довольно, на самом деле, спорный момент в данный момент, как бы это глупо не казалось, да? Но потом можно будет выбрать, насколько я знаю, лучника, типа с хорошим луком, который можно будет использовать на коне. Тогда мы с вами до коня как бы и доберемся. Плюс ко всему, опять же, нужно будет скопить бабла, купить какое-то базовое двуручное снаряжение, и на коне будет довольно просто этим снаряжением орудовать, ну, по крайней мере, как мне кажется. Явно попроще, чем в пешем бою, с точки зрения того, что можно будет подбежать, ударить, и потом убежать, и навести какой-нибудь движняк. Ну, естественно, было бы неплохо еще поучаствовать на турнирах, заработать денег и известности, ну и, возможно, выиграть какое-то снаряжение. Осталось лишь найти точку, где, вернее, город, в котором будут все-таки какие-то турнирчики и так далее, но пока что правитель нашего отряда, его руководитель, неважно, ходит пока что, по сути, и страдает фигней, к моему сожалению, но, думаю, уже скоро начнутся какие-то или побочные квесты, связанные с вот этим вот модом службы солдатам, либо же все-таки какая-то война, в конце концов, начнется в идеале, как раз-таки с Римской империей. Вот, наконец-таки, мы и попали на турнир в городе Куяс, и я здесь являюсь кавалеристом, судя по всему. Опа! С метательными копьями. А я чуть надеялся, что у меня будет обычное копье, но вместо этого у меня вообще меч. Воюем мы с вами, судя по турнирной таблице, с желтой командой, только понять, кто из них все-таки желтая команда, кто нет. Непонятно ведь, в самом начале я все-таки смотрел на своих союзников, и ничего желтого, скажем так, в них не узрел. С точки зрения обмундирования, поэтому понять будет сложно. Поэтому будем просто носиться и бить вообще всех, кого только встретим. Вот это, конечно, большой минус турнирного реализма, особенно учитывая, как бы, эту модификацию, где доспехи здесь у всех похожие, ну, с точки зрения гербов и вот этого вот всего, но доспехи не подразумевают цвет твоей фракции. То есть в стандартных турнирных боях, когда, допустим, встречаются какие-то чуваки лоу-левела, то есть, ну, в ванильной версии имею в виду, их доспехи как раз-таки красятся в цвета их клана, за который они, типа, воюют, или же, наоборот, красятся в этот, ну, в цвета их команды на турнире, кстати говоря. Ну, пару ударов мы нанесли, судя по крови на нашем мече, так что всё было небесполезно. Но можно всё-таки здесь ещё немножко поиграться. Непонятно, вот это вот союзник или враг, давайте посмотрим. Так, это, судя по всему, союзник, раз он даже не пытался нам втащить. Хорошо, значит, нам нужен вот этот вот товарищ, он наш враг, осталось... Ах, какой везучий, а! Засранец. Так, судя по всему, у нас, да. Метательные копии и прочее у нас с вами закончилось, хотя можно было бы одно себя оставить и встретить его как пехотинец. Шансов, думаю, было бы больше, чем вот так вот с ним тыкаться. Я даже не понимаю, попадаю я по нему или нет. Ну, отчасти, наверное, потому что я звуков игры не слышу, ну, решил не надевать наушники. Хотя, наверное, всё-таки стоит, потому что на звуки здесь ориентироваться, ну, была бы такая неплохая идея. Типа, я бы хотя бы понимал, попал бы я в кого-то с лука или нет, ударил ли я мечом или нет, типа нанёс ли какой-то дамаг, или же, наоборот, ударил по союзнику. То есть, то, что я привык играть без звуков в игре, оставляю эти звуки исключительно для вас, в обычном прохождении. А сейчас для меня это сыграет, наверное, злую шутку, поэтому к следующей битве надо будет чуть потщательней подготовиться, если вы понимаете, о чём я. Но, тем не менее, осталось всего лишением противника. Если бы раньше этого противника я бы уничтожил просто на изи, сейчас как бы опасно. Потому что благодаря щиту я нифига не вижу. Вот, видите, вроде как урона мы несли, всё. И вроде как мы с вами даже победили. Или всё-таки это противник наш. Ну, типа, чё он? Да, это реально наш противник. То есть, не знаю, почему он нас не атаковал до этого, но да, это наш противник. Опа, и мы его ещё снесли. Он, блин, от первого лица всё это выглядит весьма и весьма интересненько. То есть, наша команда с вами победила. А, нам, кстати, дадут с вами здесь шлем, который лучше даже нашего стартового. Правда, всего на пару единиц бронирования, но тем не менее. Интересненько. Теперь играем 4 на 4. Ну что ж, погнали. Так, у меня опять есть метательные копья, которыми было бы неплохо воспользоваться, но меня беспокоит. Адзара защиту успел поставить, конечно, так. Попытаемся. Да твою мать, как сложновато-то попадать. Типа, с луком-то ладно, хотя бы видно, куда... Ну, типа, примерная траектория стрелы. Потому что, ну, как бы ты видишь эту долбанную стрелу. А вот с копьём такой фигни не скажешь. Так, остались 3 на 2. То есть, остался я здесь, как бы, бесполезный парень. По сути, кстати, да, мы его резанули. Это хорошо. Вот, остался я, бесполезный парень. И два наших пехотинца, судя по всему. Ну, возможно, лучника. Стоп, что, я один остался? Да, я остался один. Этот парень всех вырезал. Это жёстко. То есть, нужно избавиться от лучника в первую очередь. Сходиться с ними в ближнем бою вообще никак не хочется. Так, где тут моя лошадь? Где её голова, в конце концов? Так, лучник аккуратней. Опа, на всё вырезали лучника. Теперь можно попытаться отдалиться от него подальше. И всё-таки играть от пешего боя. Потому что в пешем бою мне всё-таки будет гораздо проще справиться с чуваком 1 на 1. Ну, по крайней мере, как мне кажется. То есть, я-то уже знаю более-менее тайминги. Ох, нихрена. Тут ещё и вот эта небольшая анимация. В общем, ты ещё и метать в меня что-то будешь, братан? Да, реально будет в меня копья метать. Неумело, но всё же будет. Давайте попробуем. Сразимся от первого лица. Как будет выглядеть удар щитом? Дерьмово. Мне кажется, ещё и плюху получил за это дело. Да, неудачно. Удар щитом ему вообще на него наплевать. С ноги, думаю, удар тоже нет в нём смысла. Учитывая, что у нас прокачек на вот эту фигню нету. Но по итогу мы его всё-таки победили. Да, это успех. Каким вообще образом я два раунда подряд умудряюсь вытаскивать свою команду. При том, что играю я от первого лица. Чудо, да и только. Так, ладно, следующий раунд. Я вижу здесь у нас с вами раунд. Это обычное, что ли, копье? Я думал, ты метатель на ней. Тогда в нём нет смысла. Меч нам с вами всё-таки будет пополезнее. Благо мы иногда через щит видим. Это немножечко помогает мне всё-таки в ориентировании. Но чел, который лёг от двух моих ударов, непонятно какой силы они были. Ну, раз он так быстро лёг. Но, тем не менее, весьма интересно. Ладно, ставки делать больше не имеет смысла. Давайте сойдёмся с Гамилькаром-князем. Так, здесь неужто то же самое. Да, абсолютно то же самое. Нет, металлок чисто. Копьё дают, меч дают. Ты, типа, сражайся, как хочешь. Да, жёстко. Но опять от двух ударов чувак лёг. Опять от двух ударов. Ужас. Ужас какой. Но Ганнибал побеждает в первом же своём турнире. И получает хороший меч. И тысячу монет призовых. Вот это, конечно, успех. И сейчас нам с вами предстоит интересная битва. Мы защищаем деревню. Вот вы когда-нибудь видели отряд бандитов? 170 человек. Где и кавалерия, и войны дальнего боя, и пехота. А, в общем и целом, здесь можно будет себя проявить. Особенно учитывая, что у меня уже снаряжение для третьего ранга. То есть я здесь буду, как минимум, не сильно бесполезен. Ну чё, народ. Погнали. Так, вот у меня как раз таки лук, стрелы. Вот, видите, из-за направления руки и стрелы. Более-менее понятно, куда я хотя бы стреляю. Так, по оружию у меня что-то вроде палаши какого-то или типа того. Я не уверен в названии данного вооружения. Но, тем не менее, мы с вами идём в бой. Наваливать нашим противникам, которые уже влетели как кавалерия. Кстати говоря, в жопу кажется им попало или типа того. Во, ещё в спину навалил. Не, ну слушайте, я на удивление здесь полезен. То есть что-то я, как говорится, в этом деле ещё понимаю. Так, противники где? Противники далековато, так что вряд ли я попаду. Но, но. Попал. Попал. Отлично так залетело. Как все домой. Главное сейчас какой-нибудь долбанной металки не отлететь. Потому что, ну, как видим, враги здесь питательными копьями пользуются часто. Возможно, даже я его сейчас сбил. Но не уверен, союзник это был всё-таки или противник. Союзники обожают, видимо, вообще лезть мне под руку. Ну ладно, опа, я слышал звук металлического щита. Видимо, щит кому-то я сейчас зарядил. Опять какой-то щит, но уже деревянный. Навалил. Боже, что тут со сбруями происходит? Видимо, видимо, что-то куда-то не туда пошло. Так, опа-на, чуваку, лошадь сбил. Вообще, какой я мега-супер профессионал. От стрельбы. От первого лица. Так, пацанчики, пацанчики, отойдите, пожалуйста. Братва. Я понимаю, что вы защищаете там своими щитами и всё такое, но мешаете жесть просто стрелять. Вот поэтому я всегда лучников в первый фланг выставляю. С другой стороны, из-за этого враги могут навалить им металлками, ну и своими лучниками. Блин, я думаю, он пройдёт, а он остановился, чтобы металлочку свою кинуть сраную. Ну давай, братан, давай. Опа. Серьёзно, он целился в меня, попал в дерево. А я думал, я здесь мега-профессионал по металкам. Ну ладно. Так, блин, ну не хочется с ним встречаться, потому что нету автоблока, как я уже говорил. Без автоблока я слабоват. Хопа. В колено. Хопа, ещё в пяточку навалили. Хорошо. Так, ещё кому-то втащили. Ну я мега-профессионал, мне интересно прям будет узнать, сколько же по итогу людей я здесь завалю. После этой битвы давайте-ка в ближний бой, я в нём, думаю, буду полезен. Так, на... Главное, опять же, ну типа, когда начнётся реальная туси, пати, короче говоря, свалить. Ну то есть, чтобы не встречаться реально один на один, лучше просто в спину наваливать. Это лучший для меня вариант, как мне кажется. Бля, нихрена себе, что произошло. А, меня кавалерист выбил, и у меня аж камера отлетела от шока. Да, это было жёстко. Не, ну потери у наших всё равно будут довольно-таки приличные, как мне кажется. Я просто вижу много трупаков наших здесь на самом-то деле. Но, тем не менее, у нас ещё куча стрелков, которые помогут нашим в случае, если пехотинцы не справятся. Но маловероятно, конечно же. То есть, всё, вроде как наши уже объединяются. Я слышу победную музыку, значит, осталась лишь парочка убегающих вражеских бомжей. Скорее всего, не знаю, или вот этот вот парень, или вообще вся вот эта вот убегающая толпа. А, непонятно. Ну, видимо, вот этот вот наш враг, хотя, блин, похож он больше на какого-то знатного засранца, а не убегающего. Но, видимо, это он, видимо, это он, раз ему в спину наши стрелки навалили. Ну, и по итогу я умудрился убить пятерых. Убить именно, не только повреждения накинуть. Очень неплохо, слушайте. И лук до полтинников качал вместе с атлетикой. Это, безусловно, успех, а не бой. Без понятия, конечно, как это повлияет на мою прокачку. Я имею в виду с точки зрения вот здесь вот выслуги и так далее. То есть, моего боевого опыта, если угодно. Я всегда забываю запоминать, сколько там было до этого и так далее. Но не суть важна. Главное, что мы здесь с вами убиваем и убиваем очень хорошо. То есть, я довольно давно не играл в службе солдата, но на таких низких рангах. То есть, до четвертого, до пятого. Я обычно убивал примерно столько же людей. А тут и без прицела, без интерфейса. Вообще, непонятно, где враги, где союзники. Это прямо очень хорошо. Ну, что ж, давайте-ка штраф на скорость уберем. Ну, типа, чем быстрее мы с вами стреляем, тем будет, естественно, лучше. Вкачаться по навыкам атлетики, думаю, вот сейчас сколько у нас соточка. Да, вот нам с вами хватит 140. Более чем атлетики. Потом все равно перейдем на езды верхом. Но атлетика во всяких осадах и так далее будет очень полезна. Потому что нужно будет убегать от чуваков ближнего боя. Так как, сами понимаете, без какой-то двуручки я вряд ли вообще смогу им что-то противопоставить и так далее. Так, еще одна битва. Нас с вами ждет небольшая пачка бандитов. Но, думаю, здесь особо напрягаться нам с вами не придется. То есть, разница в количестве здесь существенная. Нас порядка 200 человек. А их, ну, учитывая предыдущие бои, сколько там? Где-то полтинник, скорее всего. Плюс-минус 10 человек. Так что здесь все лучшее, что я смогу, это как можно быстрее добежать и покалечить максимальное количество противников. Именно покалечить. Насчет убийства я сильно сомневаюсь. Хотя, как мы видели, голожопых бомжей я весьма неплохо могу, в принципе, убивать. А не только калечить. Но, тем не менее, на это, скажем так, сфокусироваться все-таки не стоит. Главное сейчас побыстрее дойти и понаваливать. Так, вот, видим лучников вражеских. Не попадаем, естественно. Здесь вроде как я в кого-то попал, но скорее в союзника, чем во врага. Так что, как-то так. Здесь тоже опять непонятная такая тема, если честно. Ну, скопились они большой такой кучей. Плюс союзники мои ненаглядные мешают. Хотя вот этот вот парень, его одного мы, значит, точно убили. Так, здесь промазал я немножечко. Но стрелков вражеских стоит популять. Аккуратно, правда, это стоит сделать, чтобы меня здесь не завалили в процессе. Хочется аж побольше настрелять. Ведь чем больше настреляем, тем больше опыта и всего остального. Ну и навыков, в конце концов. Опа, в руку попали пацану. Ну и пацанчик решил сбежать, скорее всего, как и все остальные ребятки. Как-то так. Ну, ладно. Ничего сверхъестественного, как и ожидалось, здесь, в принципе, не произошло. Опять же, убежала пара бомжей. Маловероятно, что я в них попаду. В голову попал, ёпт моё. Насколько же я хорош. Просто ультра-хорош. По-другому здесь и не скажешь. Хотя, да, обычно, когда я сам... А, блин, это, походу, был наш союзник, а враг вон вдалеке был. То есть я, скорее всего, своему по башке навалил. Ну, я всё равно ультра-хорош, как ни крути, да? Да, и на такие расстояния стрелять без прицела, это просто капля в море. Не, хотя, с другой стороны, в древности стреляли, и ничего, нормально было. Блин, я троих завалил. Я реально ультра-хорош, слушайте. Их было сколько? Так, 47 завалили, осталось чуть-чуть. Ну да, их был полтинник, то есть 47 завалили, и трое сбежало. Сильно, да. Это, безусловно, интересные заварушки, ничего сказать не могу. На самом деле, мне данный опыт весьма и весьма понравился, на удивление. Но и бабла мы с вами скопили, плюс ко всему, уже вскоре мы с вами получим четвёртый ранг. Блин, вы не представляете, насколько я рад, что смог сделать именно такое прохождение, отчасти потому, что я боялся за службу солдат, которая постоянно вылетала. Но, оказывается, всё-таки её можно пофиксить специальным патчем, неофициальным, правда, но всё же. Который вышел на Нексусе. Это очень хорошо, и спасибо чуваку, который этот самый патч сделал. Ладно, что же там, господа. На этом мы с вами закончим первую серию. Пишите в комментариях, каким оружием мне дальше владеть. И понравилась ли вам данная серия. Ну что ж, у меня там всё, с вами был Киит, и всем пока!